Привет! Сегодня обзор смартфона DOOGEE Valencia 2. Я его выиграл на tinedill.com, купив лотерейку за 1 доллар и оказавшись одним из 100 победителей. Телефон мне выставили в течение месяца. В чем фишка этого телефона? Вкратце, это такая попытка DOOGEE на старом железе сделать что-нибудь прикольное, чтобы этот народ покупал. Посмотрим, что из этого получилось. У него сзади есть прикольная сенсорная панелька, спереди 3 диода состояния, зарядки пропущенных звонках и смс-ках. И в общем-то все. Пленка запасная, инструкция, зарядное устройство 1 А, USB кабель и наушник. Экран 5 дюймов с разрешением 1280х720 пикселей, OGS, OGS. Процессор MediaTek 6592 Octa-Core, оперативки 1 ГБ, 8 ГБ встроенной памяти. Работает в частотах 3G, в наших частотах. Аккумулятор 2200 мА, 1 динамик, разъем под microSIM, разъем под полноразмерную SIM, разъем под флешку, работает до 32 ГБ. Контакты задней сенсорной панели, вот она кстати. Камера, 1 диод, снизу 1 микрофон, microUSB, 3.5 джек. На правой грани, как обычно, находится кнопка блокировки и качелька громкости. Три стандартные кнопки Android, это меню, домой и назад. Ну так вот, хотелось бы, чтобы кнопка блокировки и качелька громкости были более очевидны, что ли, к нажатию. То есть, вот сейчас нажимаю, то ли она нажалась, то ли не нажалась, непонятно. Не очень удобно. Но в целом, корпус очень приятный, не громоздкий, 5 дюймов экран, очень так легко лежит приятно в руке. Экран действительно очень хорошего качества, не выцветает абсолютно при поворотах, хоть и низкого разрешения. Но для 5 дюймов вполне достаточно, пикселизация почти незаметна. На минимальной яркости, кстати, довольно комфортно пользоваться им ночью. Не Meizu, конечно, с его там безумной регулировкой подсветки, но тоже ничего. Тут стоит Android 4.4.2, модифицированный с названием Doogie OS. Тут есть довольно много разных допилок по интерфейсу, украшательств и так далее. В целом, система очень напоминает iOS. Идея явно была взята оттуда. Папки такие же. Схожая по дизайну шторка. Очень неудобный маленький ползунок яркости. Я вечно... С***. Вот, панель для нижнего ярлыка. Кстати, первое время у телефона был омерзительный русский шрифт, но потом за все это время пришло уже 4 или 5 обновлений, и довольно быстро поправили и шрифт, и, в принципе, скорость отклика интерфейса. Я удивлен, но Doogie реально часто крепает обновления для него. Пока что. Все это вроде бы и прикольно, но, честно говоря, по мне, не очень удобно, потому что часто просто при слайдах она случайно вылазит, и... Ну, в общем, не очень удобно. Только мешает периодично. Где это странно? Ээээ. Есть стандартные жесты для пробуждения, типа дабл тапа, слайда вверх для разблокировки, переключения песен и так далее при заблокированном телефоне. Работает нормально, но довольно медленно, кстати. Оп. Реальная красота. 8 ядер Cortex-A7 частотой 1,4 ГГц видеочип Mali-450MP конечно уже старенький есть много телефонов с этим же процессором с этим же чипом ценой ниже ощутимо и считается вроде как, что этот телефон должен выехать из-за фишек типа с тремя LED-диодами и сенсорной задней панелькой кстати, что забавно, он говорит, что экран у него 4,6 дюйма хотя на самом деле 5 оперативки у телефона 1 ГБ из этого 1 ГБ обычно доступно примерно 2 трети, то есть около 600 МБ так, вернемся к камере ну там где-то вначале обещали что это Sony 13 МП ну вот по качеству это такие честные 8 МП снимает она довольно паршиво в сложных снимках типа с облаками, там с солнцем не видно вообще толком ничего поэтому, ну, на особые фотографические свойства явно рассчитывать не стоит а фронтальная камера снимает, кстати, очень даже и ничего в Antutu телефон набирает 27000 баллов чего хватит для большинства современных игр ну да, это не 43000 как на новом 8-ми ядернике но тоже вполне себе ничего потому что просто здесь стоит неурезанный так, игры танчики работают очень плавно не отменяет того, что я не умею в них играть а вот сейчас я случайно даблтепнул заднюю восхитительную панельку и вот произошло это гап теперь да, о задней панельке которая так пиарит создателям телефона она в принципе прикольная ну, сенсор, все такое, да даблтеп срабатывает хорошо вот я вот ткнул, да, срабатывала камера но, все остальное делать им реально неудобно и он всегда только, в общем-то, мешает вы держите руку на нем и вот он уже начинает работать при этом все привыкли держать телефон примерно вот так а вот так это получается прямо на сенсоре и это реально неудобно слайды влево-вправо отрабатывают хорошо а вот слайды вверх-вниз отрабатывают примерно... отрабатывают примерно никак у меня, наверное, раз из десяти а то из двадцати только срабатывает слайд вниз или вверх ну, точно, тупо не работает не знаю, с чем это связано возможно, это брак возможно, это, в принципе, недоработка заднего сенсора но, как бы то ни было я пытался честно привыкнуть пользоваться им примерно неделю и у меня ничего не вышло в остальном, дуге Valencia 2 очень даже неплохой телефон у него приятный экран без воздушной прослойки неплохой корпус есть некоторые недочеты в духе заднего тача который легко отключается телефон работает быстро батарейки хватает на световой день без проблем короче, норм телефон FF5- rented по 2000-м в вы на